Почетные гости, которые сами не понаслышке знают, что такое студенческая жизнь и общежитие. Заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева и ректор Казанского Федерального университета Ленар Сафин осмотрели обновленные общежития и оценили комфортные условия для студентов. Гостям были продемонстрированы административная, учебная и жилая зоны, места общего пользования, кухни, душевые, гладильные комнаты и многое другое. Отметим, что над дизайном трудилась целая команда специалистов из Института дизайна и пространственных искусств. Общежитие прекрасно тем, что в нем новый стандарт, новый ремонт, но оно прекрасно прежде всего теми ребятами, которых мы встретили. Тех, кто уже заселился, тех, кто планирует заселиться, тех, кто планирует сюда прийти, потому что здесь есть зоны для общения, комнаты для время препровождения. И посмотрите, какое большое количество идей рождает вот такие новые стены. И нужно сказать, что инфраструктура – это всегда очень важно. Но любую инфраструктуру насыщают, возрождают к жизни именно люди. Мы хотим именно для ребят создать очень комфортные условия, потому что время пробывания и вообще время учебы – это, наверное, самые запоминающиеся годы. И они должны, я думаю, что вот эту частичку тепла, альмаматора и вот этого родного чего-то такого пронести через всю свою жизнь. Я сам здесь жил, и поэтому мне это очень близко и понятно. В здании были полностью заменены инженерная система, система электроснабжения и отопления. Также были отремонтированы кухни, санузлы и комнаты, в каждую из которых провели интернет. В целях безопасности были установлены система видеонаблюдения и обновленная система пожарной сигнализации. На каждом этаже организованы по четыре душевых комнаты. Для организации досуга учащихся предусмотрены актовый зал и каворкинг. В целом здание общежития общей площадью 7805 квадратных метров рассчитано на 695 койко-мест. Это 231 жилая комната. У нас до этого были металлические кровати, они были очень высокие. Сейчас вот новые матрасы. Очень удобно стало с уголочком получается. Более закрытое пространство, как бы изолированное получилось. Потому что мы живем все вместе и хочется немножко уединения. Новые комоды у нас появились, то есть расширилось пространство для хранения. Шкафы стали выше, даже появился ящичек для хранения посуды и плюс ящички на кухне появились. Кухня вообще-то что-то с чем-то потрясающее. Там комфорки стали классные, вытяжка появилась у нас. Напомним, что с 1 июля идет переселение студентов в дома 15, 16 и 17 в деревне-универсиады, где также завершились ремонтные работы. В ближайшее время ожидается переселение студентов в общежитие номер 4 студенческого городка, где уже закончился ремонт. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok